Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги. Воплощение мечты. Сегодня я смотрела видео с этим полковником Светаном, и он высказал интересную мысль о том, что есть такая вероятность, что Украина может вернуть свой ядерный статус, но, скажем, может быть это не так, как это было в свое время, полноценно, а вот, например, так, что будет территория Украины предоставлена для расположения ядерных боеголовок, и таким образом, ну вот в Крыму, например, да, и таким образом, по сути, Украина вернет себе ядерный статус, то есть она будет защищена от посягательств России, которая задолбала уже своими угрозами. Ну, мы как-то рассматривали, мы с вами как-то рассматривали этот вариант, но мы смотрели в другом плане, мы смотрели, вернется ли, ну, полноценный, да, ядерный статус, то есть статус, в котором Украина полностью самостоятельно принимает все решения, да, относительно, сама производит, сама принимает решения, сама распоряжается своим оружием, то есть как это было, ну, тогда, правда, что это же как бы от союза зависело, да, ну, тем не менее, да, вот, как полноценно, полноценно ядерная держава. А здесь вариант такой был предложен, что может быть вот такой, да, что сама территория будет под защитой ядерного оружия, оно будет располагаться на территории Украины, как было, но, как бы, само ядерное оружие, оно будет, оно принадлежать НАТО, ну, если Украина будет в НАТО, то есть что-то такое, да, такой вариант. Ну, такой вариант мы не рассматривали, это уже совсем немножко, ну, то есть вообще другое дело, ну, по большому счету, да, то есть ты здесь как бы под таким зонтиком ядерным, да, но сам на кнопочку все равно не нажимаешь. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, может ли быть так, что на, на территории Украины будет размещено НАТОвское ядерное оружие? Может ли быть, что на территории Украины будет размещено ядерное НАТОвское оружие? Может ли. Шут. Двойка. Ну, вот я пока не думаю, мои хорошие. Смотрите, колесница. Ожидание. Вы видите, похоже это, знаете, на что? Тройка. Вот прям точно очень похоже. Что пока это, знаете, такое поиск. Вот главная карта поиска здесь. Поиск вариантов. А по шуту это, знаете, такая версия, вот такая неожиданный вариант. Какая-то версия, возможно, которая, она еще не практически осуществима, да. А как бы, вот знаете, есть такие, ну, вот такая неожиданная сумасшедшая версия, да. Ну, которая вполне на самом деле может быть осуществима, может быть. Но только со временем. Видите, когда сотрудничество Украины с НАТО будет какое-то, да, такое более активное. Ну, либо Украина войдет, либо будет какое-то частичное, может быть, сотрудничество. Ведь разные же формы есть, да, там вот я в этом не сильна, но в принципе. И вот это вот сотрудничество может быть, да, в ожидании, может быть. И размещение оружия, да, по колеснице может быть. Только на сегодня это звучит, видите, как бы такой неожиданный вариант, да. Вот такой неожиданный вариант. То есть, пока это не рассматривается так серьезно, но, вы знаете, это очень даже возможно. Получается, что такой вариант, как на сегодня он, скажем, очень такой, ну, авантюрный, вот, авантюрный. Но по факту это действительно может произойти. Ну, вот смотрите, ну, может, понимаете, вот она колесница, вот оно техника, по сути, да, вот оно это ядерное. И вот в ожидании действительно его могут установить тройка Пентакли, это сотрудничество, да. Но это может быть, в любом случае, это не быстрое дело. Но, вы знаете, все, что на сегодня звучит фантастически по шуту, то завтра будет уже более реально. Так что я бы сказала, что этот вариант вполне возможен, вполне возможен в перспективе. Да, действительно, ядерное оружие может быть расположено на территории Украины где-то, да, защищать территорию от всяких бешеных собак. Ну, и, как бы, ну, полноценное, ну, это не полноценное, да, возвращение ядерного статуса, все равно. То есть это такое, то есть на кнопку все равно Украина не сможет нажать, все равно только по решению НАТО, да. Ну, вот так получается. Ну, вот это возможно, кстати. Это прям, на сегодня звучит как бы авантюрно, но на самом деле в ожидании действительно это возможно, это может быть. То есть вообще не исключается. Даже, вот я бы дала вот по этому раскладу, знаете, ну, 80%, что да, реально. Ну, хорошо, принесет ли это Украине безопасность? Давайте посмотрим. Принесет, то есть само расположение ядерки, как бы, ну, не несет никакой особой угрозы, потому что у нас это все стояло многие-многие десятки лет в Украине, и оно и производилось здесь, и на более таком серьезном уровне, да, и специалисты у нас найдутся. А принесет ли это Украине безопасность? Вот в чем вопрос. Принесет ли это безопасность, принесет ли это пользу и эффективность? Ну, вот так. Смотрите, то спинтакли, я бы сказала, не просто польза и эффективность, а действительно шанс, шанс для Украины. То спинтакли. Возможно, это действительно единственный шанс, понимаете, надеть намордник на эту бешеную расшистскую собаку, потому что действительно ту спинтакли, это одна из таких карт, знаете, ну, уж ту спинтакли, это шанс, вот действительно шанс, вот прямым текстом. И это очень продуктивный, это такой подарочек, да, хорошая возможность. Так что, действительно, Украине это было бы в помощь. Это реальная такая гарантия безопасности. Ну, вот так. Видите, все, что на сегодня звучит, казалось бы, да, такое вот маловероятно, надо горшочек варить, в конце концов. То завтра вполне может быть фактом. Ну, давайте еще, знаете, еще вопрос зададим. Несет ли это какие-то угрозы для Украины? Угрозы. Несет ли это какие-то угрозы? С точки зрения рисков. Есть ли риски для Украины? Риски. Ну, смотрите, рыцарь мечей. Давайте еще поднимем. Тройка. Ну, нет. Катастрофы никакой явно нет. Катастрофы нет. Ну, здесь, понимаете, это... Как бы вам сказать, рыцарь мечей. Это добавит самой Украине вот такой воинственности, да? Плюс, что в Украине? В Украине рабочие места. То, что касается обслуживания, да? То есть обслуживание. Я вам больше скажу. Возможно, в Украине еще начнут что-то и делать. Возможно, это будет с каким-то еще и производством связано. Ну, возможно, оно дополнительное какое-то, или, знаете, сервисное. Кто его знает? Какое-то обслуживание. Тоже там же разные технологии. Ну, вот, понимаете, какая-то карта работы. Ну, и то, что... Ну, как вам сказать? Ну, поболее будет... Украины-то борзоты. Поболее, да? Уже мы сможем, знаете, так, более громко заявлять о себе. И Рашиков, знаете, посылать еще дальше. Вот не туда, куда русский корабль, а еще дальше. Ну, то есть я уже не знаю, куда еще глубже. Ну, в общем, так послать, а уже назад не вернуться. Ну, что-то такое. Но сказать, что там какие-то катастрофы... Да нет, никаких катастроф, конечно. Вот, пожалуйста, мир, видите? Никаких катастроф, Украина может справиться, и специалисты найдутся. Ну, вот, что-то такое. Еще, знаете, это может быть обострение, например, какое-то, да, по рыцарю мечей. Там, вот, в реакциях России, каких-то стран, может, там, не знаю, каких-нибудь, там, Зимбабве, там, или еще кто-то, да? Могут какие-то там ноты выдвинуть, протесты, да? Ну, вот, что-то такое по рыцарю. Какие-то, там, громкие заголовки, да? Вот, что-то такое, вот, понимаете, да? Да, вот, в эту сторону информационные, вот такие удары информационные. Вот это вот. Вот это возможно. Но, как бы, так, чтобы риски каких-то, ну, не знаю, там, экологических или еще что-то таких, каких-то трагедий, да нет. Здесь речь не об этом, конечно. Речь не об этом. Ну, как-то так, мои хорошие, как-то так. Вот такой расклад, такой расклад. Ну, вот, видите, опять, вот я достаю карту, и снова, да, двойка. То есть, это все-таки Украина ищет варианты. Как же, как же дальше жить? Как дальше мы будем жить с этим бешеным псом по соседству? Понимаете, как? Так, поэтому это все-таки поиски пути, поиски. Не потому, что нам так хочется сильно, да, прям мечта заморачиваться с этой ядеркой. А потому, что, видите, ищут варианты, как это сделать, обезопасить Украину самым таким перспективным способом. Ищут, ищут. Поиски решения. То есть, можно же, например, и обезоружить Черусню. Тоже вариант, правильно? У них отобрать ядерку, забрать, запретить, например, по условиям капитуляции. Тоже вариант, да, по условиям капитуляции забрать ядерку. Вот, видите, силу, да, свою показать. Вот этого зверя усмирить. Видите, как карты сегодня говорят? Классно. Усмирить зверя. Тоже есть такой вариант, да. Но возможен ли он? Ну, смотрите. Он возможен, но это очень медленно. Медленный такой процесс, медленно текущий процесс. То есть, это может быть очень постепенно, медленно, такими, знаете, темпами. Может, оно типа само по себе потихонечку, оно у них там, понимаете, испортится окончательно. Ну, я бы сказала, усмирить льва можно будет постепенно и медленно. Да, ну, а нам же нельзя ждать постепенно и медленно. Нам надо как-то решать вопрос здесь и сейчас. Да, поэтому, скорее всего, действительно, может быть такой вариант, что на территории Украины будет размещаться натовское оружие, ядерное. Ну, и даже, может быть, какое-то обслуживание украинскими специалистами. Ну, что-то вроде того. Я вообще не исключаю. Очень похоже, мои хорошие. Прямо очень на то похожи. Ну, вот так. Что вы об этом думаете? Напишите мне, пожалуйста, ваше мнение. Вообще такой вопрос, да? Интересный. Ну, понимаете, как бы, я считаю, что для Украины, в принципе, это же даже не вернуться к тому, что было. Понимаете, это, как бы, Украина-то была более свободна в своем ядерном потенциале. Но тоже очень недолго. Потому что мы, по сути, сколько мы там этим ядерным, мы сами распоряжались, да, когда его поделили. Там, по сути, почти очень сразу, быстро начали у нас это все быстренько отбирать, да. А до этого это был совок, да. И ядерка все равно распоряжались где-то там, кто-то где-то, да, но не Украина. Ну, наверное, это вариант. Наверное, это вариант, если специалисты посчитают, что проще нас вооружить, чем Русню разоружить, то, наверное, придется, вероятно, да. То есть, вот смотрите, мои хорошие, карты говорят, что это очень большая вероятность. Прям вероятно так и будет. Вот прям с большой долей вероятности так и будет. Вот так. Ну, а что вы думаете об этом поводу, мне очень интересно прочитать. Напишите, пожалуйста.